Али пока они такие милые животные, но в Китае мы дали им необыкновенное имя Цхо Нима. Переводится это... Всем привет! Меня зовут Жора. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня вас научу настоящему китайскому мату. Ой нет, вдруг они будут в Китае. Прямо ругаются на улице. И говорят, что научились из каналов Жорик в России. Но так нельзя. Придумать надо. Или что надо делать. Ох, придумал. Чух. Вы мне тоже не знаете, кто я. Ау, всем привет! Меня зовут Ле-Ле-Ле. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам расскажу особенности китайских матов. И пытаюсь вас научить китайским матом. Вы потом только не говорите, что вы подписались на канал Жориков России. В каждом языке существует свой уникальный мат. А самый популярный на английском это... На русском это... Какой-то очень знакомый звук, да? Как... Как... Тау-Ни-Ма... 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 В самом деле я уже не знаю, как это произошло. Тау-Ни-Ма с Тау-Ни-Ма с чем связано? Но просто очень забавно так получилось. Тау-Ни-Ма не пруйковать. Это... Арипа-Ка. Но особенность китайского матов мы не только ругаемся маму И ещё твоего папу, твоего дядю, твою дёдю, твою бабушку, твоего дедушку То конструкции получаются цао плюс личное местоимение и плюс родственников Цао не папа, цао не дая, цао не няя, цао не ея А все говорят, что китайский очень сложный язык, и я сам красен Вам не только надо знать маму, бабу, а если вы хотите, а не хотите, если вам пришлось его Если вам пришлось ругаться в Китае, вам надо ещё знать родственников, да, всех родственников Это очень забавно, даже сложно А следую же тяо и би На русском переводится это Ну и поняли Давай рассматриваем первый вариант би А если в качество пользования би, это не человеческий, а именно коровы А в русском языке есть такие слова Охуенный заебись В китайском тоже, но очень немножко связано с коровым органом Вот например Ни чэн не уби ты Россия, охуяна братан Ни уби Зависим А пользование тяо, немножко по-другому Мы говорим, что ни чэн тяо, ни чэн тяо Здесь уже не коровы, а именно человеческие Ни чэн тяо Ни чэн тяо Или ша тяо, или ша пи Ша это дурацкий или дурак Ша тяо, ша пи Это логично Правда? В Китае страна, которая с очень богатой куридурой. У нас тоже есть очень много матов, которые связаны с животными, например, Ди. А в Китае вообще нельзя ругать девушку Ди, потому что Ди это значит как проститутка. Потомный пример ещё есть Хули Дин, Шо Дин. Ты весьма смелый мальчик. И так же существуют ругательные слова, связанные со свиньями и собаками, потому что собака это синоним низкого стандус в китайском языке, а когда мы упоминаем свинью, они такие грязные, они едят всё подряд. Когда мы принижаем других, мы говорим, что Ди ещё ниже, чем собака и свинья. Это значит ЧУГО ПУЖУ. Надеюсь, моя мама не видела мой канал. Я уже как учитель, но сейчас я вас научу, как ругаться матом. Это вообще как ******. А давай сейчас разберёмся с некоторыми лёгким матом. Они иногда тоже не ставятся как матом. Потому что я всё равно как учитель китайского языка. Мне надо чего-то хорошего вас научить. А в русском языке есть такое слово БЛИН. Ну, можно добавлять в конце приложения или в начале приложения. Блин, мой телефон забыл. Я домашку не делал, блин. А в китайском языке тоже есть такое слово. Вместо БЛИН, а у нас КАЙСЫ. Я пошёл в диван. Сегодня я уже читал. КАЙСЫ. Вот, сейчас у меня вопрос к вам. Кто сможет меня писать? Почему? БЛИН, такое хорошее слово. Это же блинтики, вкусные, вкусняшки. Почему они превратились в блин, в таком смысле? Почему? Почему? Кто мне может писать, можете писать на комментариях. Спасибо. А второй. ЧУСЫБА. ИДИ, УМИРАЙТЬ. А третий. НИЮПИНБА. А НИЮПИНБА здесь словно переводится как... Ты забыла? Ты норм? НИЮПИНБА здесь вместо ШАПИ, ШАТЬЁ. Ну, как... НОУБА ЙОУБА. Четвёртый. Вместо ВРЯТЬ, ЕВАТЬ. У нас есть и слою... Как бы... Называется... ЖИ. А что такое ЖИ? ЖИ это... Солнце. ЖНИМА. 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 О СЕКСУАЛИЗМЕ. А в РУССКОМ, как я знаю, очень много целей в список. А у нас такого вообще нет. Мы называем... Типа... Может быть... ГИЕВ. А... ТОНЧИ. Что такое ТОНЧИ? ТОНЧИ это... ТОНЧИ. ТОНЧИ. Мы ещё называем... ЖЕНШИКИЕВ. БАЙХЕ. БАЙХЕ. БАЙХЕ это как знать ЛИЛИЯ. А если О МУШИНАХ, это ТОНЧИ. 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 О ЖЕНШИНАХ... ЛИЛИЯ. БАЙХЕ. ТОНЧИ. Но это вообще не мат. Просто какое-то металли название. Это не единственные рукательные слова, которые существуют в китайском языке. А у нас тоже есть очень много рукательных слов, но без рукавства. Очень... КЛАМОТНЫЙ, КУРИДУРНЫЙ, ЭЛЕГАНТНЫЙ. Если хотите больше узнать, то поставьте лайк на это видео. Если на это видео доберется 20 лайков. Это вообще немного. 20 лайков я буду для вас снимать культурный, громадный, элекатный китайский мат. Сегодня вы наверняка уже много узнали и тоже много научились. Если вам нравится мои видео, мой канал, не забудьте подписаться на Жорик в России. Жора, всегда здесь вас ждут. До встречи. Пока. ЛИРИЧИСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧИСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧИСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok